Привет всем любителям пушистых мурлык! Сегодня мы поговорим о том, как кошки видят мир вокруг себя. Вы узнаете, что многое из того, что мы думаем о кошачьем зрении, на самом деле мифы. И как именно кошки отличаются от нас в восприятии цветов, света и движения. Давайте рассмотрим основные мифы о зрении кошек. Итак, миф номер один. Кошки видят в полной темноте. На самом деле это не так. Кошки видят в сумерках значительно лучше людей, но в полной темноте им тоже нужна помощь. Миф номер два. Кошки все видят четко. Если говорить о качестве зрения по всему полю зрения и в любое время суток, то зрение кошки не такое острое, как у человека. Хотя в определенном сегменте поля восприятия, особенно в ночное время, кошка видит четче и значительно лучше отслеживает быстро двигающиеся предметы. Миф номер три. Кошки видят все в черно-белом цвете. Это тоже неправда. Глаза кошки видят цвета, но не воспринимают красный свет, поэтому они видят мир в сине-желто-зеленых тонах. Глаз воспринимает информацию с помощью двух типов рецепторов. Палочек и колбочек. Палочки отвечают за восприятие в условиях слабой освещенности, а колбочки за восприятие цвета. У кошки больше палочек, а у человека колбочек. Природа оптимизировала зрение кошки под функцию ночного хищика. Поэтому кошка отлично видит в сумерках приблизительно в шесть раз лучше человека и хорошо различает быстро движущиеся объекты, но при этом плохо воспринимает цвета. Человек же воспринимает больше цветов, чем кошка, и видит их более насыщенными. Острота зрения кошки в условиях четкого поля зрения в шесть раз лучше, чем у человека. Однако способность менять фокус у глаза кошки хуже, чем у человека, поэтому четко кошка видит предмет только если он находится на расстоянии от семидесяти сантиметров до шести метров от нее. В других же условиях кошка видит его сильно размытым. Ширина поля зрения у кошки 200 градусов, что на 20 градусов больше, чем у человека. Однако зона четкого зрения у кошки уже, чем у человека. Глаз человека, кроме черного, белого и оттенков серого, воспринимает три базовых цвета. Красный, синий и зеленый, на основе которых строит всю палитру из семи цветов радуги. Кошка же отлично воспринимает оттенки серого, но имеет только два типа цветовых рецепторов, восприимчивых к желто-зеленой и сине-фиолетовой части спектра света. Соответственно, они видят фиолетовый, синий, желтый и зеленые оттенки, а красный и оранжевый у них отсутствуют. Из-за меньшего, чем у человека количество колбочек, которые воспринимают цвет, цвета у кошек менее насыщенные и их восприятие напоминает выцветшую фотографию. Что же следует учесть хозяину кошки, исходя из особенностей ее зрения? Первое. Кошка не видит красные и оранжевые оттенки. Второе. Используйте игрушки, которые двигаются и шуршат. Третье. Ближе 70 сантиметров кошка будет видеть только размытые пятна и будет полагаться на свой слух, нюх и вибрисы. Вот вы и узнали много интересного о том, как кошки видят мир. В комментариях под видео делитесь своими наблюдениями за кошками, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео.